Девушки отдыхают Девушки отдыхают Холодинская Дина Александровна Ане... Ане... Анестезиолог или аниматолог? Ага Сколько же вам лет, Дина Александровна? 35 А серьезная вы такая? А детки есть? Нет Ну ничего, молодая, еще успеете А я вот не успела Все сестрам помогала Слава Богу, племянники нашлись Сказали, что их за дом присмотрят И за мной Спасибо, добрые люди есть Андрей Иванович Вы поймите нас Это же не наша мать Это хорошо, что она на нас дом свой в деревне Переписала Вот мы и возимся Чисто по-человечески Я понимаю, но в ее возрасте Полостная операция это довольно серьезное испытание И боюсь, через неделю забрать ее домой Я думаю, у вас с ней не помочится Через неделю мы уже в деревне должны быть Нам печку разбирать будут Андрей Иванович У Васьковой высокий анестезиологический риск Нарцательная аритмия Я вас понял, спасибо Давайте это обсудим позже В рабочем порядке Хорошо Я не понял насчет Васьковой Это наша бабка Завтра не будет операции, что ли? Сначала ей нужен кардиолог и полное обследование И уже потом Никаких потом Это что же? Нам целый месяц в больницу таскаться У нас нет времени Может, вы нам печку разберете, камин поставите Андрей Иванович Делайте операцию Вы хирург, вам и решать А баба Нюра у нас сильная Справится Андрей Иванович, я вас предупредила Мы с доктором разговариваем, девушка Не мешайте нам А я правильно понимаю Что вы тот самый племянник Которому она дом подарила? Ну? Действительно добрые люди Хамка какая Она здесь вообще кто? Ну что, как я и говорила, Дин Эндометриоз в самом расцвете Множество спаек Кисты Ну что, очень болит? Голова кружится? Нет Ирина Альбертовна Бывало и хуже Гистология уже пришла В конце дня будет вместе с биохимией А ты вообще-то детей планировала? Мне бы завтрашний день спланировать Просто как бы тебе это сказать Тенденция такая, что через год Можешь вообще закрыть для себя эту тему Какую тему? Детей А я ее не открывала Дина Я понимаю, у нас у всех сейчас перегруз И понятно, что я не могу прописать тебе срочную беременность Но если бы ты могла Значит так Две недели отпуска Принимать сон по восемь часов в день Улыбаться десять раз И хотя бы раз в день Хороший, страстный мужчина И где этого мужчина взять хорошего и страстного? Пробейте там Стравочники, аптек А заодно А заодно имеется ли у них в продаже свободное время Я бы с удовольствием купила Я так понимаю На сегодня плановые операции все закончены Угу Ты ночь будешь сидеть с кандидатской? Буду сидеть Что это? Отнесешь вот это в регистратуру Угу А это очень важные документы Отправь их, пожалуйста, заказным письмом Поезжай сейчас на почту Но вы шутите, курьера отправьте А потом туда Где ты была счастлива До ночи посиди с подружками где-нибудь Поговори о жизни Поешь, попей чего-нибудь вкусненького У тебя есть подружки? Угу Точно милирование? Мне же к дочке на свадьбу Еще подумаешь, что теща несерьезная Теща на свадьбе должна быть самая красивая Чтоб жениху все завидовали Не говорили, вон, посмотрите, какая у него теща М? Или вы из-за возраста комплексуете? Так мне тоже Мне двадцать Тридцать А я без макияжа и прически Даже в магазин не выхожу И вообще Женщина, знаете ли В любом возрасте должна быть готова Ко встрече с олигархом Угу Мы сделаем из вас Серьезную тещу Секундочку Да, Денулик, привет Хорошо, как булочки поднялись А я думала, тесто тяжеловато Ой Ну, Вась Ну, нет Ну, кто С пола булочку кладет и в корзинку Ну, Анастасия Михайловна Ну, я же быстро поднял У правила пяти секунд Есть одно правило, Вась Это совесть А если эту булочку Бабушка купит Да еще и с внуком поделится Об этом ты не думал? Ну, тогда я сам съем Да что ж такое, а? Если ты голодный, так и скажи Я тебе буду домашний суп приносить Котлеты Вон у меня компотов сколько Вишня, слива Даже моседуан Ой Да? Саддиночка Гурцева Ты почему в купальники в школу не пришла? Что? Можно было? Тебе, Карина, все можно Учебники за окна бросать Из рук у глазки строить Участковому хамить Гурцева, ты понимаешь, что с такими оценками ты в девятый класс не перейдешь? Надо два твоих дневника сложить, чтобы нормальная оценка получилась А вы откуда второй дневник знаете? Завтра с родителями ко мне Юлия Петровна ж пошутила Дверь! Динка? Сама звонишь? Что-то случилось? Вот что-то со слухом, Дина Александровна Я звоню вам уже полчаса Мне некогда, Андрей Иванович Послушайте, вы нарушаете рабочую ветеркуку Вы вмешиваетесь в мои разговоры с родственниками пациентки И вы создаете нервное напряжение во время операции Я попрошу, чтобы вам прислали другого анестезиолога Отлично! И надеюсь, как можно скорее Субтитры сделал DimaTorzok Не хватало, чтобы я еще кто-нибудь из учеников сейчас здесь увидел Классная Ошивается по паркам Около дискотек А мне все нравится Потому что я всегда на позитиве И готова летать А ты шампанское не пей из копытца Сразу обратно из мухи в человека превратишься Дина! А ты нас зачем сюда позвала? Могли бы дома у кого-нибудь встретиться В этом месте я была счастлива Даже не говори, что у тебя было на этой скамейке А мне, пожалуйста, в подробностях И когда ты успела? Работаешь, доработаешь Но вы серьезно? Не помните? Двадцать лет назад Двадцать лет назад мы в школе учились Ну? Девочки! Точно, это же была точка нашего лета Да! Да-да-да-да-да-да-да-да! Слушайте, как это место изменилось Первый день каникул Мы сидим ровно вот на этой лавочке Вот там В кафе уже дискотека Началась, и мы такие гордые Такие красивые И парни к нам все подходят И подходят И подходят И подходят Это к тебе подходит А мы просто так сидим Ну Так, давайте по делу Зачем ты нас сюда притащила? Мне надо срочно родить ребенка О, Андрей Иванович Родственники Кабанова Прямо обрадовались, что вы дежурите Говорят, будут гордиться этим аппетитцитом Лучший доктор вырежет А вы сегодня снова в ординаторской ночуете? Ну, девчонки спрашивают Круассан вам покупать или нет на завтра? Что? Нет, я после операции сразу домой Ну и хорошо Это круто, а то... Достал вас всех Да ладно, ну Что значит, что надо срочно родить? Мне вот надо Буршу и Волкова К олимпиаде по математике подготовить Я же понимаю, что надежда только на чудо А по мужчине рекомендации есть? Ну, рецепт, может, какой? Ой, Дин А ты сама? Сама ты хочешь ребенка? Я не знаю Значит так Не нужен тебе ребенок Ну что ты? Мне не нужен Тут героиня некогда завести Дело полно Не знаю А я бы хотела Девочку Ну так, чтобы прям принцесса Принцесса была Я бы ей прически делала Каждый день новые И мы бы с ней конфеты вместе ели Шоколадные И я хочу ребенка Правда, как подумал Может, я еще чуть-чуть и не смогу Жить не хочется Если бы меня тогда Муж не бросил Скажи спасибо, что легко отделалась Этого кобеля Надо было на первом свидании убивать На первом свидании Она не знала О том, что он кобель Он был лев А ты курица Алло Алло, Дина Пришли результаты гистологии Нет, злого ничего нет Но Но тенденция не очень Слышишь меня, да? Да, слышу Ну, ты что-нибудь решила с ребенком? Нет еще Я была такая же, как ты В 35 еще не переживала А в 45 уже не надеялась И это очень страшно Что ты никогда не продолжишься Слышишь, Дина? Ответь мне Ну, хорошо Просто сама себе кивни Можешь не отвечать Тебе хоть раз снялся Твой будущий ребенок? Если хоть раз Представляла Что у тебя есть сын Умничка, красавец Или дочка У которой твои глаза Тогда кивни еще раз Тебе кажется Что еще не время Успеешь потом? Ну, тогда ты, наверное, ошибаешься Женщина всегда сможет Сделать карьеру Влюбиться И стать красивой А вот родить Это не всегда Я не хочу Чтобы ты опоздала, Дина У тебя впереди Большая жизнь Но только Несколько месяцев Чтобы зачать ребенка Извините Я школьная подруга Мне в районе 30 Ну, скажем 34 Вы знаете Я очень хочу Ребенка, девочку Я даже имя придумала Ангелина Ну, это как Как Джоли Только по-нашему Можно Анечкой называть Можно А можно Геля А можно Лина Скажите А мне еще не поздно? Ну, что, Дина Александровна С духами поговорили? Все в порядке? Можем начать? А где Дина Александровна? Прямо сейчас хотите Об этом поговорить? Нет Ага Пациента загрузили? А куда он денется? Загрузили Так Ждем Спасибо, Ирина Альбертовна Я подумаю Правда, не уверена, что получится Простите Девочки Слушайте, а может это Челлендж в интернет запили? А Как забеременеть за месяц Супер идея Вот мои восьмиклажки порадуются А что такое челлендж? Это Ты лучше спроси, что такое мать А А где брать деньги На воспитание ребенка? Деньги это просто Деньги надо брать у будущего отца Вообще у нас все отлично складывается Динка уходит в отпуск Для того, чтобы найти Молодого, богатого олигарха Переспать с ним И родить ребенка Садись два Следующий Отдых это хорошо У меня вот выходной будет Выходной Можно съездить куда-нибудь Класс Свидание Для Динки Ну, я так думаю Первая за десять лет Ну, тут надо Очень правильно себя Подать Ну, чтобы мужчина Сразу понял, что Переньги Дорогая И успешная в себе женщина Ну, ужас какой Ну, почему ужас-то? Ну, какой не ужас? Женщина Должна вести себя как Как загадочная королева Вот моя массажистка, например Она у меня послушалась Замуж вышла, ребеночка родила А ее муж, знаете, что я за это? Телефончик новый подарил А он всего лишь на все Мерчендайзер Представляете, что нашей Олигарху-то подарит? Это все прекрасно Ну, куда вы ехать собрались? Озорные Антуанетты А адрес есть? Где олигархов для размножения выращивают Спасибо большое, Ирина Альбертовна Завтра заеду Возьму отпуск за свой счет Да, все Больше не думаю о работе До свидания Андрей Иванович Я узнала, почему Дина Александровна Не была на операции Мне Галя сказала А ей Оля сказала, которая у Ирины Альбертовны работает Короче, Дина Александровна уходит в отпуск Это вообще странно Потому что она дальше ординаторской не отдыхает И тут говорят, все бросила И срочно уезжает Обиделась, значит А ничего, что у меня другой Анестезиолог вес неправильно рассчитал И мы чуть к Богу не полетели Ой, а мы думали, вы Дину Александровну терпеть не можете Личное тут при чем Личное при чем Я вас спрашиваю Мы пять лет вместе работали и ругались Но смертность-то у нас была нулевая Что произошло, почему я переклинил Нельзя было меня потерпеть Да, вся больница знает, что у меня сложный характер Но зато ко мне люди со всей страны едут Потому что вы лучший хирург, Андрей Иванович А Дина Александровна лучший анестезиолог Так и я об этом же Думаете, у меня личных проблем нет? Есть Вы об этом что-нибудь знаете? Нет И не узнаете Потому что у меня нет личной жизни Только работа Как вы думаете, есть шанс Не отпустить ее в отпуск? Ладно, я поехал домой спать А что с бабой Нюрой из восьмой палаты? Оперируем ее завтра? Дина Александровна сказала Только после полного кардио А давайте на сайте знаком А давайте вот на сайте знакомств поищем Смотрите, здесь фото есть Возраст Все серьезно У меня восьмиклажки справки Дневники и подпись директора подделывают А взрослому мужику он кету подделать на раз-два А им зачем? Ну ладно, мы женщины с Италией фотошопим Я этого никогда не делала Чтоб моложе и богаче оказаться Чтоб такие дурочки, как вы с Наськой Клюнули на его фотку Я вообще-то ни с кем знакомиться не собираюсь А вот и зря Сейчас Динку замуж выдадим Вот он тебя Пока он Булочка свежая Выключи телефон Наш разговор серьезный Мы мужика ищем Тебе Алло Дина Александровна Я был уверен, вы как-то взрослее, что ли? Вы забыли про регламент и этику, Андрей Иванович Сейчас не рабочее время Поговорим позже Позже я буду спать Завтра рабочий день И я очень рассчитываю, что вы пересмотрите свое решение И не уйдете в отпуск Вы сейчас немного мешаете, Андрей Иванович Отлично Вы сейчас бросите трубку И будете собой гордиться Такая принципиальная Отомстила и ушла в отпуск Вы доктор, Дина Александровна Или капризный ребенок? До свидания, Андрей Иванович Я бросаю трубку Что, из отпуска зовут? А что так рано? Да нет Просто достал меня уже Все у него по регламенту Минута влево, минута вправо Нарушение протокола Наркоз непредсказуем Нужно дышать с больными И быть готовым в любой момент поменять план Да, тебе реально пора в отпуск А он вообще кто? Ну, начальник твой или подчиненный? Это просто важно Да не начальник, а не подчиненный Просто хирург Девочки Начинаем антикризисный ребрендинг Дурак Ты всех своих так переименовываешь? Дурак один, дурак два Дурак сто двадцать пять Детский сад Ну, хорошо Не дурак Будет козел И вообще Не мешай сублимировать Динка вот так вот телефон возьмет Посмотрит на монитор Настроение у нее поднимется Прошу Может быть, вообще его номер удалить? А смысл? Ну, вдруг ты ему с вечеринки захочешь позвонить Сказать, какой он был дурак и козел Слушайте Это идея У каждой женщины есть номер, который жалко выбросить Не потому, что он дурак А потому, что нет времени наличное И что ты предлагаешь? Ломануть телефоны всех женщин? Просто хорошо попросить Бред Что-то не так? Да нет Я просто образ пытаюсь поймать А можно мне просто затылок покороче подстричь без всяких там образов? Это вам барбершоп надо Кстати А нет ли у нас на примете классного мужика? Мне не себе Мне для подружки надо Вася, а в каких отделах холостяки встречаются чаще всего? В носках? Нет, там скучные Вот в отделе гаджетов, там электроники Вот там нормальные Консультант Подскажите, пожалуйста, для какой руки эта мышь? Сейчас Какой руки? А вот Для такой Или чуть больше Она в восьмом классе таблицу умножения не знает Не смогла ответить, сколько будет 5 и 8 Знаете, Карина у меня красавица И таблицу умножения не знать совсем не обязательно Нам один московский продюсер, очень известный Богатый и холостой Прислал приглашение на кастинг У Карины хорошее модельное будущее Вот и славно Так, Юлия Петровна Вы ее переведете в девятый? Ну, конечно, переведу Я что, зверь? Девчонки, будущее портить А телефон этого московского неженатого продюсера лучше мне отдайте Эти мужики такие клоуны Встаем Им все, молоденьких подавай А чем мы хуже? В нашем возрасте У нас грудь еще на месте А мозги уже на месте Лично я давно не парюсь по поводу возраста Денег заработала Теперь пусть молодые парни вокруг меня скачут У меня их целый взвод Зайчиков Взвод? А свободные дебиля есть? Ну, еще холостяки могут быть В отделе женского белья, например Они же своим взводом точно не будут чулки покупать, правильно? А-а-а Правильно А, девушка, вы консультант? Пардон, у меня такой интимный вопрос Хочу с вами посоветоваться как с красивой девушкой У вас еще консультанты есть? Девушка Петровна Ну так все женщины меня любят Мужчины я видный Только ты мне еще ни разу не улыбнулся Макаров Я сейчас позвоню твоей жене и расскажу, что ты к школьницам клеишься Она тебе быстро захват шеи локтем устроит А может и вообще не по этим делам? Мужчина тебе не нравится? Мужчин я пока еще не встречала В смысле, а я? Это как все облако в штанах Вот тебе надо с Шурином моим познакомить, вот он такой же Давай его номер и уходи Он под окнами в девятке своей стоит Музыку на всю громкость, Рамштайн как включил Вообще Он такой крутой просто Вы телефончик актеру обещали Ой, точно Ну еще можно попробовать В отделе для животных, например Вот если мужик пришел брать хавчик для кота То точно холостяк Особенно если он берет корм для некастрированного В целом, ваша школа характеризуется как положительная Имеются отдельные случаи нарушения порядка Мы ведем, да Воспитательную работу Вы, Юль Петровна, донесите до них, что сорить на улице нельзя? А то за гаражами уже свалку организовали Это не мои, я своих по мусору знаю Это мужики с соседнего двора бегают, а Джон туда курить Ну, мое дело проинформировать До свидания Семен Сергеевич А у вас есть холостой друг, чтобы такой же положительный Никуда не привлекался во всякие сомнительные браки? Вам помочь? Если возможно, благодарю Забыл очки, не вижу, где булочки с корицей С корицей сегодня хорошие, вам сколько? Две Одно Я вам с дальнего ряда Самые свежие У меня мама Каждый день сюда ходила Очень любила эти булочки А сейчас не любит? Мама не стала Полгода назад Секретарь уже передала главному заявление на подпись Через час зайдете, заберете и свободно А как там, Баба, Нюра из восьмой? Перевели в кардиологию Родственнички ее сначала, конечно, возмущались А потом сказали, что до конца месяца не приедут у них стройка Понятно, значит, остаюсь, надо за ней присмотреть Да мы уже с девочками расписали график присмотра Отдыхайте, Дина Александровна, не волнуйтесь Нет, я так не могу Это чертова ответственность Мне все время кажется, что я кого-то подвожу Да вся больница рада, что вы в отпуск уходите Ну, кроме Андрея Ивановича Он так разозлился, когда узнал Знаете, у него, жена, говорят, стерва была Поэтому он нас всех женщин ненавидит А мы как Так что отдыхайте Отдыхайте Не обращайте внимания на него Спасибо Андрей Иванович, Кирьянов хороший анестезиолог Ну, просто тоже с плохим характером Ну, вы же уже привыкли ругаться с Диной Александровной Даже не почувствуете разницу Да при чем здесь характер? Как вы не понимаете? Анестезиолог должен чувствовать Это хирург может просто резать А анестезиолог Анестезиолог в этот момент воздух нюхает Ну, Андрей Иванович Ну, хотите, я спрошу Нюхает Кирьянов воздух или нет? Простите, пожалуйста, я же не знала А хотите, я вам завтра Сама, лично Булочки испеку Самые вкусные Мы с мамой очень дружили А теперь я и остался Один без нее И я пропал Мне 40 лет, а я не знаю, где в квартире счетчик воды А жена у вас есть? Нет Когда? Я сутками за компьютером Когда ознакомился? И где? В магазине? У меня подруга Жениха ищет Она очень хорошая Добрая, красивая Книги любит Сейчас А как ее зовут? Дина А я Павел Диктуйте номер Да Она живет в собственном мире Где нет места человеческим эмоциям Да После разговора с ней у меня тремор Но вот с дозировкой Она ни разу не ошиблась Понимаете? Ни разу И вот это для меня главное А не то, что ей плевать на все, что происходит вокруг Да не плюет она У нее просто проблемы со здоровьем Какие проблемы? Ну я точно не знаю Но говорят, что прям буквально месяц остался Ирина Алексеевна Ольга Дмитриевна, Андрей Иванович Я бы просила вас не обсуждать мое личное дело по углам А вы, кажется, должны были сопроводить больную из пятого лабораторию Андрей Иванович Больше всего на свете Я ненавижу, когда в лицо говорят одно А за спиной другое Я тоже Почему я ничего не знаю про ваш диагноз? Почему вообще вы должны знать? Вы нарушаете границы этики Как профессиональной, так и профсоюзной Андрей Иванович, займитесь своими делами А мой диагноз вас не касается Надеюсь, это не помешает вам работать Оставьте меня в покое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да как же так Месяц остался Я как послеконтрольная убить готова Зато добыла три надежных контакта Все московские Что повышает оценку на пару баллов А у меня один Но очень хороший Живет три квартала отсюда Не пьет, не курит Программист Зарабатывает деньги, но ерунду не тратит Павел Двадцать пять штук Кто молодец? Маргоша молодец Я открываю шампанское В моем доме пью только после восьми вечера И только по субботам Хорошо, охлади Известный актер Пишется через Т Топ-менеджер Пишется с одной Д Зато топ Директор клуба Хозяин усадьбы Бизнесмен Миллионер Владелец автосалона Девочки Концепция меняется Я участвую В чем? Выборю мужчин Если есть выбор Надо пользоваться Ну как же Это же Динкины женихи А ей зачем столько? Ну один муж Второй запасной Остальные-то кому? Я с Юлькой согласна И я невеста в доле Мне тоже нужен хороший мужчина Настюш Присоединяйся Ну как же это Не знаю Динки же важнее Динуля Ну ты же не будешь против Если мы Вместе будем женихов искать А? Нет, ты выбираешь первое Это по-любому Ну а мы Выберем Тех, кто тебе не понравится Я даже как-то не знаю Ну вот я же говорю Если не будет Постоянного контроля Она прям со свидания К своему ноуту сбежит Нет, участвуем вместе Угу Делайте что хотите Девочки Так Артур, модель Ну, модель Вряд ли Сначала Физические, финансовые И этические параметры Прописка важна Но если в нее Опираться Выборка сильно уменьшается Допустимые величины Москва И ближайшая Подмосковья А мы что Ко всем поедем? Какая технология Знакомства? На первом этапе Мы обзваниваем Всех И отсекаем Тех, кто нам Не подходит А как мы поймем По телефону Они нам подходят Или нет? Не боись Все, что нам нужно Сразу слышно Антон Борисович Частный Предприниматель Алло Да Антон Борисович Ага, я Здравствуйте Мне ваш номер дал Семен Сергеевич А с кем я разговариваю-то? Меня зовут Юлия Петровна Это по вопросу Урегулирования обстоятельств Личной жизнью С целью Дальнейшего Ее улучшения Не понял Ну, слушаю Я звоню с желанием Узнать ваше семейное положение И уточнить Не планируете ли вы Менять что-нибудь В самом ближайшем будущем А попроще Можете говорить, девушка? Мне кажется, я доступна Объясняю ключевые моменты У меня клиент Такси садится Девушка, я Все понятно Думаю, дальше нет смысла Форсировать события Юлия, ты так круто Можешь людей по телефону унижать Вообще Я вообще ничего не поняла А что это значит? А это значит, что Антон Борисович нам Ни финансово Ни интеллектуально Не подходит Ну, зачем нам Не образованный таксист? Ну да Кого там принесло? Вы к кому? К вам Я Кирилл Петрович Ваш сосед Внук Кирилл Петрович Который жил здесь Хорошее начало Только Кирилл Петрович Который сосед Умер полгода назад Знаю Чувер, я здесь буду жить Приятно познакомиться Удивительное совпадение Пока дед был жив Внучок и не залетало Как квартира в наследство Через полгода появился Я работал в другой стране В общем, я знаю Что дед оставлял вам На хранении кое-какие вещи Медали Фронтовой партигар Еще что-то ценное Вы не могли вернуть? Послушайте Я вас в первый раз вижу И отдавать вам ценные вещи Только потому, что вы сказали Что вы внук Кирилла Петровича Я не буду Может, вы Этот Сама звонится Может, мне паспорт вам показать? Было бы неплохо Хорошо Уйди Уйди отсюда Фу Какие-то совсем чужие имена Ни одного не чувствую Да, Павел Настя, здравствуйте Помогите, пожалуйста Я начал мыть окна К приходу вашей подруги Они каким-то волшебным образом Стали Еще грязнее А вы чем моете? Водой с мылом Ой, ну нужно специально средства купить Так, я своложусь К вам заеду Ой, а вы хотите с Диной поговорить? С Диной Александровной? Конечно, давайте Дин Просто скажи Алло Алло Павел Анастасия Михайловна Спасибо большое Мы поговорили У нее какой-то потрясающий голос Просто невероятный Мне кажется, я уже влюбился Спасибо Прошу вас, приезжайте поскорее Помогите мне разобраться С этими окнами Хорошо, Павел До свидания Вы, Дине Александровне Тоже очень понравились Кто мне понравился? Ну вот этот мужчина С которым ты сейчас разговаривала Он очень хороший человек Симпатичный, умный Я только трубку взяла А там Тяженно Это он стесняется Но лучше стеснительный, чем Ну ты помнишь моего И твой тоже не особо стеснился Да Извините, она Вообще дружелюбная Я вижу Секунду Ага Прописка у него московская Но нет, мало ему одного жилья К нам в замкаде и лезут Мажоры московские Еще эта собака Недоделанная Была спокойная Тихая квартира А теперь Понатащат сюда гламура Ммм Гламурный парень Холостой? Забудь У него на лице написано Что каждый вечер по новой бабе Бутылку поставь Так восемь часов уже Я тебе сказала Убери бутылку на место Пятница Восемь часов вечера Я имею полное моральное право Расслабиться Мы сначала дело делаем А потом расслабляемся Мне твои мозги В нормальном состоянии нужны Если у тебя, конечно, есть мозги Так я открываю Нет Я слушаю Дина Александровна Я не просто так интересовался вашим состоянием Вы должны понимать ответственность До свидания, Андрей Иванович Ответственность Ответственность Так, быстро ко мне Начинаем работать Немного за 30 Я думаю, достаточно привлекательная Вы нам подходите 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 Очень подходите Я так даже после субботника в школе не уставала Хорошо, что завтра выходной Никакого выходного Завтра ответственно Выезжаем в Москву А может сначала к моему Ну, к кандидату Он тут рядом живет Павел, который Так, у нас 10 рабочих контактов мужчин 8 в Москве Один в ближайшем пригороде И один на Аське На соседней улице По теории вероятности Подходящий мужчина Окажется среди 9 А не среди одного Ой, девочки В Москву очень хочется У меня платье есть новое Невыгуляное А не подскажете Во сколько машину подавать Сборов 10 Только не опаздывайте Знаю я вас Пока свое барахло соберете Ну, пока Байкап прически сделаем Лучше в салоне красоты И вы что Вот в таком вот виде На свидание, что ли, собрались? Нет Девочки Нет С завтрашнего дня У нас у всех Начинается абсолютно новая жизнь Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Как она не устает, а? Кто для чего родился? А я смертельно устала. Мне еще машину заправить, давление в шинах измерить и еще что-то. А я даже на педаль газа нажать не могу. Ну ты разочек нажми хорошо, а то мне тоже как-то до дома надо добраться. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я не смог погладить рубашку, но все-то она чистая. Я освоил стиральную машинку. Извините, пожалуйста, я совершенно разучился принимать гостей. Ни с кем не коммуницирую. Одни единицы и нули перед глазами. Слушайте, какие тяжелые пакеты. Как же вы их донесли? Вам надо было мне сказать, я бы спустился. Помог. Да ничего, я и не такое таскаю. А у вас красивая квартира. Я вам сейчас тапочки дам. У меня вот здесь были тапочки. Я вам свои дам. Проходите. Извините, у меня тут творческий беспорядок, но зато у каждой вещи есть своя энергетика. И пыль. Да-да, это правда. Пыль у меня тут еще с 20 века. Раритет. Ну, Дина Александровна не любит пыль. Ну, знаете, она доктор. И все должно быть чисто. Понимаю. Я поэтому и попросил вашей помощи. Я хотел составить план уборки, но вообще не знаю, с чего начать. Тряпка, ведро, пылесос. Пылесос. Андрей Иванович, что происходит? Сейчас дважды нерабочее время. Я по нерабочему вопросу. Мы с вами знакомы пять лет. И все это время я рассчитывал на вас, как на опытного профессионала. Андрей Иванович, вы можете оставить меня в покое? Моя жизнь только моя жизнь. Особенно в такое время. Да меня не волнует ваша жизнь, как вы не поймете. Меня волнует только... только работа. Месяц. Так, окна готовы. Инструкция я вам дала. Значит, мы вернемся в понедельник и сразу к вам. И, пожалуйста, не забудьте купить букет цветов. Куда мне вещи спрятать? Какие? Вот. Может, выбросить? Как выбросить? Я все эти журналы с первого класса собирал. Вы что, читаете? Нет. Это же не вопрос информации. Это мое детство. Я не могу просто так взять и отказаться от него. Ну, ладно. Мне нужно идти. Завтра еще салон красоты. Бутерброды, дорога. Ой, сумки. Я провожу. Настя, постойте. А что, если Дина Александровна себя в Москве мужчину встретит? Что тогда? Получается, вы зря уборку затеяли? Ну, если судьба, то встретит. А всегда нужно верить в самое лучшее. Спасибо вам за тапочки. Они очень теплые. Настя, стойте. Я сейчас вам такси закажу. Сейчас. Сейчас. Ну, что ж ты первый час? Вы часы смотрели? Простите, как его зовут? Вы что, меня разбудили для того, чтобы знать мое имя? Нет, конечно. Случился форс-мажор. Мою жену, мою бывшую жену. Забрала скорую. Говорят, аппендицит. А то в Москве дети остались. И не одни. Им пять и семь лет. Понимаете? Ну, еще и детей бросил. Я тут при чем? А мне нужно к ним, а я собаку взять не могу. Все объясню потом. Вернусь в понедельник вечером. Вы джульку выведите с утра и перед сном. Еда на столе. Спасибо. Я даже на своей свадьбе такой красивой не была. Это потому, что ты стол свадебный накрывала, а надо было думать про себя. Да какая разница, если мужчина тебя не любит, он не любит тебя и некрасивую, и красивую. Это точно крепко держится? Да. Ну да, неплохо. Вопрос только в том, как скоро это отвалится. Спокойно, девочки. Салон красоты едет с вами. А я бутерброды запекла с сыром, семкой, с ветчиной и копей заварила. А я с собой взяла 30 тетрадей для проверки с контрольными еще линейкой, циркуля, ручкой. А я запасное колесо. Ой. Класс. Ну что? Свадебное мероприятие под кодовым названием «Вы мне подходите» начинается. У-ху! Вот собака. Ой, какая я няша. Малыш, привет. А тебя как зовут? Джулька ее зовут. Прям как тебя. Хватит. Я ее и так ненавижу. Зачем ненавидеть? Ему страшно. Она маленькая. Малыш, не бойся. Мы нормальные. У меня, например, всего лишь полкило лишним. Подержи. А, кстати, видно, что человек переживает разрыв. Потерянность какая-то во всем. Ты это по носкам на подоконнике поняла? Да мерзавец он самый обыкновенный. Деда не навещал, жену с детьми бросил. Зато о собаке беспокоятся. Девочки, смотрите, какой у него парфюм. А он реально следит за модными тенденциями. Да. Андрей Иванович, у вас же суббота и воскресенье выходные. Я по административному вопросу, Ирина Альбертовна. Мне нужно посмотреть эпикрис одного больного. Хорошо. Какая фамилия? Холодинская Дина Александровна. Андрей Иванович, ну, поскольку вы не являетесь лечащим врачом Холодинской, я не могу вам показать ее эпикрис. Будем это считать нашей врачебной тайной. Я являюсь ее коллегой, и мы по много часов проводим вместе в операционной. я должен знать, что у нее все нормально. А у нее все нормально. Просто людям иногда надо взять паузу и подумать о главном. А с вами все хорошо? У вас усталый вид? Все нормально, просто без сонницы. Отвык спать дома. В ординаторской привычнее. Вам тоже надо отдыхать. Вы меня слышите? Вы еще долго тут будете? Ну, еще час точно буду. Да, Ирина Альбертовна. Заходил Андрей Иванович, просил твой эпикрис. Да он достал меня уже. Это нам голоса стрясет. Мне показалось, наоборот, он беспокоится. Ему не все равно, что с тобой. Юн, ты участвуешь с нами в охоте или нет? Я перезвоню. Ой, девочки, по-моему, совсем собаки самооценку занизили. Если бы хоть кто-нибудь хоть раз в жизни меня вот так вот просил выйти, а? Ну, и что будем делать? Им челюсть вызывать? Да пес с ней. Пусть сидит там. Поехали, мы на свидание опаздываем. Секундочку. Иди сюда. Чуленька, Чуленька ко мне. Ко мне идёт. Ко мне. Чуленька, Чуленька, Чуленька. Чуленька, Чуленька. Андрей Иванович, а я думала, вы сегодня не работаете. Я ненадолго. Мне нужна ваша помощь, Наталья. Моя? Да. Мне нужно, чтобы Ирина Альбертовна срочно покинула кабинет и не возвращалась 10 минут. Ну. Как? Ну, скажите ей, что у вас проблемы? У вас есть проблемы? Нет. Ну, как я могла её оставить? Как? Она хоть, тварь, бессмысленная, но живая же. Да замолчи ты. Нарязалась на мою голову. Вот молодец ты, Юль. Горжусь тобой. Сумка, Юлька, у твоего соседа крутая. Такую в салоне видела за 200 евро. Ну, будет жалко, если собачка туда это артефакт отложит. Но мне не жалко. Сумка крутая. Сумка крутая, а сам семью бросил. Собаку эту бросил. Ненавижу таких мужиков. А почему ты считаешь, что он семью бросил? Я паспорт видела. Разведён двое детей. Дети в Москве живут почему-то. А сам сбежал куда подальше. Сейчас ремонт сделает барная стойка с аксадром диска шара. Ну, так развёлся же, уехал. Имеет право жить как хочет. Дети – это ответственность на всю жизнь. А они с одной женщиной наделают детей, а потом закрывают этот проект. И в новую жизнь чистого листа. Я свободно, холостой, готов тусить, влюбляться и делать нового детей. Ну-ка, погромче сделай. Девчонки, приезжаем через полчаса. Юлька, инструктируй. Сергей Рудольфович, 42 года, преподаватель кафедры квантовой физики. Высоких энергий, не пьёт, не курит, женат не был. Вот это я понимаю, серьёзный мужчина. А не эти ваши с модными сумками. Ну, погромче. Нам, кажется, они издалека такими же счастливыми. Что-то случилось? Простите, Ирина Альбертовна, тут такое дело. Мне нужно срочно с вами поговорить. Прямо сейчас. Десять минут терпит? Мне нужно с документами закончить. Не потерпит. Ну, пожалуйста. Ириночка Альбертовна, вы же у нас самая добрая, самая хорошая. Всё знаете, всем помогаете. Я вот просто не знаю даже с кем посоветоваться. Тут такое дело, понимаете? Дело в том, что у меня что-то с сердцем. Что? Нарушение ритма? Боли? У кардиолога давно были? Я совершенно не могу влюбиться. Вот смотрю на парня. И вроде нравится, могу пойти на свидание. А второй раз совершенно неинтересно. Я такое только в фильмах видела. Парень смотрит на девушку, и всё. Музыка, салют. Ирина Альбертовна, мне уже 28 лет. А у меня до сих пор ни одной бабочки в животе. Наташа, мне... Мне всегда казалось, что ты просто очень красивая девочка. Но теперь я понимаю, что ошибалась. В смысле? Теперь я вижу, что вы не просто красивая, вы ещё и добрая. Не переживайте, всё будет хорошо. И бабочки будут, и салюты, и музыка. Именно так, как в кино. Всё. Андрей Иванович, ещё раз добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 И нам тоже очень приятно Мы приносим свои извинения за опоздание Вмешались обстоятельства непреодолимой силы И мы были вынуждены нарушить некоторые условия встреч Мы просто забыли о пробках Милые барышни, все это очень понятно Но нехорошо заставлять старших ожидать вас Но мы же не знали, что... И вы тоже здесь Но все же нормально, мы встретились Ладно, я буду молчать У нас с сыном нет тайн друг от друга Кто ему даст нужный совет? Конечно же, мать Я тебе говорила, что они придут ярко накрашены Спасибо, что в купальнике на свидание не пришли Кажется, я поняла Вы педагог? Да, и очень уважаемый Я тоже В других обстоятельствах с удовольствием обсудила бы с вами методы воспитания Но мне пора, у меня собака в сумке А вот с моей подругой Потенциальной невестой высокого качества Очень рекомендую вам пообщаться Юля Милая Мы рядом Похулиганим немного на парковке Ну, как обычно, чуть-чуть До свидания, Сергей Рудольфович Успехов, Елания Марковна Это вам А можно в вазу? Да не бросила я ее Просто Настике давно пора научиться постоять за себя А то так курица и помрет А тут хорошая, агрессивная среда Пусть закаляется А ты думаешь, она обрадуется? Что ты над ней, над живым человеком эксперименты ставишь? Я помочь ей хочу И вам всем Есть такое понятие Образовательный процесс А кто тебе дал право нас образовывать? Какого черта? Ты за всех решаешь Я 10 лет в школе работаю Этого вам достаточно? Девки? А я что, правда себя веду, как училка? То есть, я когда Постарею, буду, как она? Ну и кто вы? Тоже педагог Я? Нет, я Никто Вот видишь То, чего мы опасались, подтверждается Уточню вопрос Какое у вас образование? Образование среднеспециальное Работаю кондитером в гипермаркете Мои булочки все хвалят Ее булочки очень хвалят, слышишь, Сергей? Мам, ну и в кондитерской кто-то работать должен У моего сына 25 научных работ Он претендует на место декана факультета Это очень предварительно, Ма Я пока Последний в списке И как вы видите ваш союз? Ученый Профессор, декан И вы Болошница из провинции Вы же уже не такая молоденькая Что ж вы дурочку-то включаете? Или вы что думаете Что всю жизнь будете сидеть На шее московского мужа Свесив ножки? Я, наверное Пойду До свидания Ма, ну ведь симпатичная женщина Успокойся и допей сок Я отдам тебя в приличные руки Сергей Да, Павел Настя, вы плачете? Все в порядке У вас что-то случилось? Я в отделе штор Белые есть с подвязками, клипсами, бантами, кистями и лентами Какие брать? Берите с подвязками Хотя, Павел А мама за вас всегда все решала, да? Хозяйству, да Она замечательно готовила И вещи при ней такими аккуратными стопочками разложены были А вы сами-то? Вы что-нибудь решали? Ну, конечно Я свой первый алгоритм в 18 лет написал И дальше всегда сам Мама никак не вмешивалась Она очень деликатная была Вы все же плачете Да все в порядке Ладно Извините, мне надо идти Позже созвонимся Ну, рассказывай Значит так Самое ужасное, когда ты понимаешь, что ты никто Просто пустое место Как теперь жить? Ну, начинается Ну, сколько можно тебе повторять Что надо воспитывать в себе чувство собственного достоинства Ну, что ты за мямля такая, я не понимаю Если бы у тебя был муж тираном Ты бы тоже не слишком достойно себя чувствовала Да нет, давно уже этого мужа тирана Какого лешего комплекса остались? Что за любовь к страданию? Ну, хватит уже, а? Успокойся Ну, все Все, не плачь Ну Все хорошо Ну, ладно тебе Все будет хорошо Да Алло Никита? Юля Да, Никита Юля Добрый день Мы можем встретиться через час в Барвихе В галерее Даймонд энд Пёрлс Юля? Да, Никита Мы будем через час Девочки Все Все Это же Барвиха Это же Аллея Бутиков Где-то там, вдалеке Совершенно маленькое Золотое С даймондсом Обручальное кольцо Хотя, вероятно, Пёрлс мне тоже Подойдет Поехали Девчули, поехали Ну, поехали Ну, поехали Не, ну, а кто он, этот Никита? Не, ну, чтобы понимать, на какое кольцо я могу рассчитывать На сушку с ванилью, отлично будет смотреться на пальцы Марго, оставь эти гламурные штучки Мы знакомимся ради крепких семейных отношений Точно Ну, просто кто он? Бизнесмен, депутат, нефтяник Актер Рассказал, что встречаемся Кстати Здесь мы и встречаемся Значит, хороший актер, если столько зарабатывает Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мамочки Пришло время получать подарки Самые лучшие раскраски-развивайки Для лучших деток в мире Приходите в наш образовательный клуб Предварительная запись по телефону, указанному на экране Ну, как ощущения, будущая мать? Мне кажется, дети очень хрупкие Вообще не представляю, как можно спать, есть и что-либо делать, если бы у меня был ребенок Их надо круглосуточно беречь Это от них надо Все круглосуточно беречь У нас в школе первоклассник Зломал пароль лицовского компьютера И оплатил себе игровую приставку с доставкой в евро Мамочки, берем раскраски Растим маленьких гениев Гениев надо растить больших Причем сразу с прицелом на Нобелев Какая у вас собачка замечательная А давайте ее детям покажем И сделаем общее фото Идите, идите, молодой человек У нас здесь важная встреча Нам некогда принять участие в анимации Ну как где живу? Я же сказочный персонаж Могу на крыше жить Могу в тыкве А могу в бутоне цветка Что-то мне не греет перспектива Жить в бутоне цветка Дюймовочка выросла Девочки, я пойду хотя бы на скидочке полюбуюсь Думаю, я выражу общее мнение Никита, вы нам не подходите Пойдемте, девочки Или хотите посмотреть Настоящий у него хвост или нет? Мы сейчас, сейчас Ничего страшного, я привык Из всех сказочных персонажей Девушки обычно выбирают Принцев или королей Ну почему же? Мы с Диной как-то выбрали Сказочных чудовищ Вам нравится ваша работа, Никит? Представьте себе, да Не бывает маленьких ролей Ну правда, зарплаты маленькие бывают Я вас прекрасно понимаю Вы можете ничего не говорить Просто однажды Вы еще увидите меня на красной дорожке Удачи вам, Никита Все хорошо Нельзя так поступать, Юль Нельзя вот так бросать человека А как можно? Так как тебя твой муж бросил Что он тебе там на прощание сказал? Что ты курица тряпка старая толстая дура? Нет, он ей сказал, что моложе она не станет Умнее тоже А печеньки он и в магазине купит Юлька, ну зачем так? Тебе что, нравится ее доставать? Я хочу научить ее быть жестче А то она так и будет мужикам Тапочки подносить А мужики от природы агрессоры С ними надо как с хищниками А я хочу жить с человеком, а не со зверем Даже на уровне определений Девочки, хватит уже собачиться У Настьки вся туша растеклась Кто там у нас дальше по плану свидания? Надеюсь, нормальный взрослый мужчина Ну что, красавица Зажгем? Зажжем Да это пофиг Держи Спасибо Значит так, глазками стрелять все умеют? Да мастера спорта Всегда в яблочко Отлично Значит, без проблем попадете вот в эту тарелку Опа! А другие варианты знакомства с женщинами есть? А то! Булочки не расслабляем Ага Опора на локте Оружие на весу не держим Это вам не сами знаете что? Вы? Простите, а мне можно показать, как правильно это? Подожди Давай попробуем Бери ружье Так Ручку сюда, сюда Ага Так, отлично Так, хорошо Чуть ниже Чуть выше Меня чувствуем Меня чувствуешь? Ну, конечно чувствую Очень хорошо Из положения лёжа вообще огонь будет Тебе понравится Да мне уже нравится Не мешаем мы вам Биатлонисты Сейчас Подожди пять минут И к тебе подойду Можете не торопиться Мось Ну чё ты быкуешь? Ну сказал же Сейчас с твоей подругой закончу К тебе подойду Подожди пять минут Ну давай, попробуй Опа Такая ты дерзкая, да? Ну хорошо Давай так Покажешь чего меньше, а? Оп, оп, оп Вот так, может раз, а? Оп, вот так Ну как, нормально? Или размах сильнее надо было сделать? Девочки, ну все же нормально было. Ну расслаблялись же. Ненормально. Вы нам не подходите, Стас. Это кто? Я вам не подхожу. Может, это вы мне не подходите? Вы на себя в зеркало-то смотрели? Валите нафиг отсюда, старушки. Пока не навалял. Сам ты старушка. Нет смысла разговаривать с гоминидой. Пойдемте. Сама ты гоминида. Не понравились мы ему. Это он нам не понравился. Как там, Юлька, это было? Гома-гома-гома? Гоминида. На самом деле мы все гоминиды, надо было биологию. Все. Я больше не могу. Передоз тестостерона? Заканчиваем поиски? Да сейчас. Нет. Туфли. Новые. Я ногу надерла, думала, разношу. С тридцать шестого до сорокового. А вот это сейчас не смешно. Они, между прочим, все мне на один размер маловато. Я за ними, знаешь, как долго бегала? Знаешь, как хотела? Да, Павел. Настя, я тут решил ручку на шифонере починить. И вот думаю, может быть, еще дверцы лаком покрыть. Как считаете, они к понедельнику успеют высохнуть? Думаю, успеют. Павел, а я хотела вас спросить. А вы женщину уважаете? Конечно, уважаю. Вы женщины просто герои. Я только вчера это понял. Это же невероятно трудно. И работать, и за домом ухаживать. Да нет. Мы самые обычные, как все. А главное, старухи, а? Да мне в макияже вечером больше двадцати пяти вообще никто не дает. Хорошо двадцати шести. Кажется, вы сами хотели настоящего матча. Даже планы по дрессировке обсуждали. Угу. Да он не настоящий. Сила не может быть злой. А вот это стопудово. Нет, с таким по жизни вообще не страшно быть. Зато с ней будет страшнее всего. Ой. Настя. А? А я красивая? Ты просто суперкрасотка. Ммм, я знаю. Спасибо. Это я так по инерции спросила. Ну, переимену его как-нибудь, чтобы я вообще не хотела труп убрать. Ну, чё этот хирург тебе звонит и звонит и звонит и звонит. Я понимаю, что надоел вам, Дина Александровна. Но вы тоже поймите, мы с вами, например, пять лет вместе работаем. Да, это постоянный конфликт. Но я никогда не скрывал, что ценю у вас профессионала. Просто вы иногда как упрётесь, вот я тогда реагирую. Вы сами с собой просто поработаете пять лет, вот тогда меня поймёте. О, он тебе голосовое прислал. Будешь слушать? Ну, включи. Я понимаю, что утомилась Дина Александровна. Но вы тоже поймите, мы с вами как бы... Тихо какое-то. ...пять лет вместе работаем. Хм. Да чёрт знает, что такое. Я вообще-то совсем другое хотел сказать. Но вы сами виноваты, Дина Александровна. Я вам много раз пытался объяснить, что некоторые ваши поступки вызывают отторжение. А вы вечно стоите, молчите. Вам нравится выводить меня из себя? Поздравляю, вы этого очень успешно добиваетесь. О, ещё одно сообщение. Короче, я просто хотел сказать, что беспокоюсь, Дина Александровна, вот и всё. Просто беспокоюсь, как в этом. Так, всё, больше не слушаем. Не слушаем и не берём трубку. Это хорошо, потому что посторонние мужчины звонят и звонят. Один у Павел ждёт. Очень симпатичный и приятный мужчина. Так, подъём. Там собака в машине ждёт. Я ей окно открыла, но всё равно. Детей и собак в машине оставлять нельзя. Едем. Едем. Ё-моё! Вот чёрт! Заткнись ты, крыса! Ух ты ж! А где машина? У меня же там щипцы новые. Актуальная летняя фалитра, фен. Там собака. Динька, делай что-нибудь. Откуда я знаю, что делать? Меня никогда машину не угоняли. Алло, Павел? У нас машину угнали. Что нам делать? Динька, ну, наверное, надо в полицию позвонить. Давай. Камеры нет. Свидетелей тоже нет. Ну, Дина, отомри! Я не помню номер машины. В смысле? Ты не помнишь номер собственной машины? В правах надо посмотреть. Ну, или где там обычно смотрят? Права в машине, в бардачке. Когда долго за рулём, всегда их там оставляют, чтобы долго в сумке не искать. Это Динка. Самая умная на свете Динка. Хватит, Юль. Давай думай скорее, кто ещё может знать номер твоей машины. Жду. Андрей Иванович, здрасте. Я год назад машину неправильно припарковала. Вы тогда её по номеру узнали. Разозлились? Да. Операционный скандал был. Я тогда вас ещё катетром ударила. Мне нужен срочно номер моей машины. Да, конечно, сейчас. Настя! Настя! Отцепись! Спасибо большое. Больше номер не нужен. Дина Александровна, вы тут? Всё хорошо? Ненормальная какая-то. Не знаю, за кем иду. Взглядом стреляю в спину. И не замечаю свою судьбу. Свою половину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Павел, я не знаю, где мы. Ой, мамочки. У меня циркуль. Если что, мы не безоружные. Ой, мамочки. Оставь собаку! Джулька! Джулька, фу! Фу! Брось эту гадость, Джулька! Джулька, ко мне! Ты нормально? Не дай бог собака пострадала. Если хоть царапинка, хоть синячок. Девочки, а может, ему доктора? Я доктор. Да какой доктор? Пусть спасибо скажет, что живой. А ну иди отсюда. Сейчас собаку на тебя спущу. Вот это движ. Вот это я понимаю. Да уж, отдыхаем хорошо. Ты Бузи. Бузи, Бузичка, ты наша. Нормально с ней разговаривай. Как со взрослым человеком. Ой, Павел, да. Все хорошо, не нервничайте. У нас есть боевая собака и циркуль. Ну, такая должна быть женщина. Смело, решительно. Нащупала болевую точку врага и... Я бы не смогла. У нас проблемы, невеста. Девочка. Вроде все. Я давно вожу, просто не приходилось колеса менять. Значит, хорошо водите. Да вы не переживайте. Зачем вам самой колесо менять, когда служба автопомощи есть? Каждый должен заниматься своим делом. Вы ведь тоже что-то умеете, чего я не умею. Определенно. Ну, вот. О том и речь. Ну, все. Хорошие дороги. Кататься долго будете? Пока замуж не выйдем. Тогда желаю побыстрее. Подшипник уже пора перебирать, как бы колесо по дороге не отвалилось. А, вот мой номерок. Мало ли. Спасибо. Спасибо. Карма. Этого угонщика догнала. У меня одна клиентка за укладку не заплатила. Так у нее прям в салоне каблук сломался. А мне было страшно. Так страшно, что... Руки-ноги отключились и... Все, пошевелиться не могу. Это реакция на стресс. Бей, беги или замри. А я предпочту бить, а потом бежать. Давайте больше не будем об этом. Все, все агрессоры остались в прошлой жизни. Впереди нас ждут только принцы и олигархи. Мы что, из Москвы уезжаем? Ну да. Я же говорила, что один из принцев разведением картошки кабачков занимается. Мы едем. Так что держим путь в образцово-указательную садьбу Поречино. Олег Ефимович, 45 лет. Простой русский плантатор. Встреча назначена на 16. Успеваем. Ну и с которой из вас я по телефону договаривался? Смотря когда. Мы коллективно участвуем. Совместный проект. Подруги, значит. Вместе с женихами поехали. Только мне бабоньки гарем не нужен. Я ищу одну жену. Одну и на всю жизнь. Олег, а вы хороший. И лук у вас такой, вилдж стайл. А вы скажите, в инстаграм есть? Не, я это вот все не люблю. Инстаграмы ваши. По мне мужиком и родился молоток в руки бери, а не смартфон. А лук у меня действительно хороший, это правда. Работа на земле лучше любого лекарства. С утра встал, часок косой помахал и на 10 лет помолодел. Помолодел? Ага. Что, от газонокосилки не такой эффект? А зачем мне газонокосилка? У меня в хозяйстве все натуральное. Я вот этими вот ручками все посадил, прополол, полил и собрал. А вы в ресторане потом пробуете и говорите, эх, хороша зеленушка. А вот руккола есть у вас? Я просто руккола обожаю. А как же? Какое же хозяйство сейчас без рукколы? Пойдем, покажу. Вот что, красавицы. Давайте-ка вы переоденьтесь во что попроще. И вместе за работу возьмемся. Только в работе человека и узнаешь. Ну вот. За два часа, думаю, всей компанией справимся. Так. Огурчики не топтать. И тебе. Если ветка какая упала, подвяжите. Приступайте. А вечерком за чайком я вам скажу, кто из вас мне больше всех понравился. Вы знаете, я, наверное, пропущу. Как-то не очень хочется участвовать в романтической прополке. Тогда на кухню иди. Ужин нам приготовь. В холодильнике курица, в погребе картошка. Захочешь, найдешь. Не захочу. Курица, привет. И всем остальным курицам. Динка, дай ключи от машины. Ну? Эт, замуж не выйдет. Почему? Слишком гордая. А что, гордые? Мужчинам не нравится, хотите сказать? Вот и гордая. И сколько тебе лет, а все, замуж не выйдешь, да? А вот на этом мы остановимся с вами. Мы не подходим друг другу. Ну что, самые лучшие остались. Вот из вас себе хозяюшку выберу. Работаем. Так. Что, что? Гордая ему не нравится. Уж лучше всю жизнь одной быть. Хватит. Один раз я тебя уже поломала. Перекусить захотелось. Нервная. Но с другой стороны, о какой гордости идет речь? Мы сами им назначаем свидание. Сами к ним приезжаем. Выходит, что навязываемся. И напрашиваемся. Да? Но спокойно сидеть и ждать, пока все изменится само собой, это тоже как-то. Получается покорность, так? Получается бесхарактерность и слабость. Так? Так. Молодец. Сама тебе все хорошо объяснила. Значит так, смывайте это все. Здесь вам не клуб. Ну ты чего? Так и будешь обезьяной по огороду прыгать. Смывай это все. Я хочу лицо твое видеть. Я без мицеллярной воды мейкап снимать не буду. Это для кожи вредно. Мазня эта ваша втреть слоя. Вот что для кожи вредно. Понятно. Еще одна городская ведьма. Все, больше не держу. Можешь ехать. Дастя, пойдем? Куда? А это мне понравилось. Эту я забираю. Краситься я больше не буду. Я такая, как есть. Не нравится. До свидания. Динка, ты за один день больше слов сказала, чем за 20 лет, что я тебя знаю. Да. Девочки! Девочки! Девочки, он там Наску похитил! Ну что, Настасья, как тебе по-батюшке? Михаловна. Понравилась ты мне, Настасья Михаловна. Правильная женщина. Тихая, работящая. Не то, что подруги твои. Вы тоже очень хороший. Но я не подхожу. Чего это не подходишь? Ты нормальный, я же вижу. Готовить умеешь? Умею. По клубам шляешься? Не шляюсь. Вино пьешь, сигареты куришь эти, кальяны. Не пью и не курю. Меня все устраивает. Давай здесь дела доделаем, а там сядем и все вопросы перетрем. Олег Ефимович, извините, но мне это не подходит. Что это тебе не подходит? Чистый воздух, свой дом, честная работа без этих ваших маркетингов. Или может я тебе не нравлюсь, а? Тебе эти городские нравятся наркоманы с гульками на голове, как у бабы. Он же реально агрессирует. Олег Ефимович, я пойду. Да что же с вами бабы делается? Надо полицию вызывать. Не надо, пока они доедут, сами разберемся. Если собака не испугалась, женщина точно справится. Посадить бы вас всех в погреб и запереть, пока вы не поумнеете. А вам все надо. Деньги зарабатывать, на машинах ездить. Или орать о правах. Куда? Бабьи права – это за мужем сидеть и детей рожать. В последний раз спрашиваю, согласна или нет? Нет. А если я тебя прямо здесь, сейчас, в теплице, отымею? Ты же звонила, в невесты просилась. Где это видно, что баба сама набивалась? Вот получится, как ты хотела. Это что? Угроза насилием. Все снято. Сейчас еще фильтр поставлю, и вообще будет бомба. У меня три тысячи подписчиков, все без ботов. К вечеру выложу в интернет, вся страна вас будет знать. Даем вам минуту. Делайте шаг в сторону и отпускайте Настю. Что еще требуют? Пошел на... Настя, беги! А-а-а-а! Ой, девочки! Вот это денёк! Вот это приключение! Вот это я понимаю! Это покруче, чем соревнования стилистов-колористов! Ёлка, ты мой кумер! Научи меня так ругаться! Настя, ты с полусухого сока на полусладкий перешла? Да ладно, я и так смелая! Вот и на Настю посмотри! Ой, как она этого, а? Олега! Прямо в грядку! Вот это силище! Вот это я понимаю! Смотрите-ка, курочка становится орлицей! Настя, ты как? Хорошо! Настюна, если честно, на меня никто никогда в жизни так не смотрел! Угу! Ты красавица! Красавица! Ну что, ты почувствовала это? Ну, вниманием еще! Ага! Это по-другому называется! Это насилие, Марго! Значит так, заканчиваем наши смотрины, едем в ближайшую полицию и подаем заявление! Не надо никакого заявления! Я сама виновата! Мы сами виноваты! Мы сами к ним пристаем, а потом еще удивляемся, почему так вот, вот так! Да мне сама не нравится эта идея! Но я считаю, что любой человек имеет право выбирать! И никто не должен бояться, даже если он слабый! И не важно, мужчина я или женщина! Я имею право жить, как отчуня! Гарри Коронович, здравствуйте! Это Юлия Петровна, мы с вами созванивались в пятницу! Слушаю, Юлия Петровна, уважаемая! Мы с вами договаривались о встрече завтра в Москве в 12! У нас поменялись обстоятельства, с нашей машиной случилась маленькая неприятность! Вы не могли бы приехать, оказать нам помощь, и заодно бы решили параллельные личные вопросы! Все в порядке, Павел! Нет, ей нравятся светлые! Нет-нет, цветочек не нужно! А еще купите, пожалуйста, к обоям клей и валик! Я вам скину локацию! Вообще, этот Гарри Коронович, это, между прочим, мой контакт! Я его двоюродную сестру стригу! Она мне сказала, что он очень хороший, харизматичный, холостой! И все, у него автосалон! Ну, что надо? Что-то не хочется больше никаких женихов! Я завтра начну разочаровываться! Пока есть надежда, надо упираться! Что, я зря субботу потратила? Нет, действие равно противодействию! Надо было к Павлу ехать! Он добрый! Вот такой мужчина нужен Дине! Дине сейчас нужен покой! Я тебе так скажу, Дринь! Если женщина звонит в субботу и просит номер своей машины, а потом бросает трубку, эта женщина явно тебя хочет! Исключено! Я думаю, может, у нее какая-то психоэмоциональная реакция на успокоительное! Я ей доктор прописал, я видел бумаги! Я представляю, как она зажигает без успокоительных! Да она вообще-то спокойная! Ну, ты лучше скажи, как она, красивая? Ну, все у нее на месте! Она коллега! Я на работе другим занимаюсь! Но если отвлеченная, да, красивая! И все при ней вроде! Так, Андрей Иванович, пора тебя самого подлечить! Сколько тебе до меня ехать? Нет, Влад, я сегодня хотел отоспаться! Девочки! Ну, так нельзя! Я, конечно, сестру люблю! Ну, в субботу срывать меня с мест! Вы в следующий раз в салон звоните! Так, понедельник машину ребятам покажу! Бампер битый! Крыло надо красить! Пробег? Не спрашиваю! У нее все на лице написано! А я не собиралась ее продавать! Я думала, вы проблему поможете решить! У нее колесо заклинило! Ну, конечно, заклинило! Хорошо, что вместе со ступицей не вырвало! Так, я вам рекомендацию дал! Машину сфотографировал! Вот, по этому номеру на карточку мне за вызов и консультацию переведете! Денежки! Я вам скидку сделаю! Раз уж вы по рекомендации сестры! Ну, все, мне пора! А познакомиться! Зачем? Ну, мы же созванивались! Девочки, вы передайте моей сестре, что я жениться не собираюсь! Когда оформим вашу машину на продажу, я с удовольствием посижу с вами в ресторане, без женитьбы и без обид! И не тяните с эвакуатором! А то пробки такие, что до утра не выберетесь! Куда вы в этот раз въехали? В отношения! И хорошо уехали! Не, здесь не решим! Надо ласточку в гараж буксировать! И там по всей строгости! Что посоветуете? Ну что, я могу в мастерске прозвонить! Если очередей не будет, то понедельник и сделают! Вот и покатались! Я могу вас к себе в гараж! У меня там все, что надо! Может, за ночь сам справлюсь! Хотите? Хотим! Ну, договорились! Вас четверо! И собака! Может, ты каблуки снимешь? Настоящая женщина каблуки никогда не снимает! Да можно селфи? Вы что, и живете здесь? Ага! Замкадовские! А что мне нравится? Вышел во двор! Вон, на Москве! Даже здесь слышно, как гудит! Я бы заскучала! Да некогда скучать! Я же любимым делом занят! Видите, я даже в субботу ночью с машинкой вожусь! Простите за неудобства! Да ничего! Это ж кайф! Когда даже в отпуске хочется так любить свою работу! Да вы выходите во двор там сейчас, хорошо! Павел, вы окна не открывайте! Обои должны сохнуть при комнатной температуре! Слушай, я пытаюсь вспомнить, а когда мы последний раз вот так вот глобально выбирались? Десятый класс, тур с ледом, два дня в палатках, дождь, комары. Я вообще свое детство не помню. Такое ощущение, что я сразу родилась взрослым педагогом. Педагогом у нас была Настя. Я Тихоня, ты задира. Ага. А Марго? Марго, все мальчишки записки писали. Да, да, точно вспомнила. Ей писали, а нам не писали. Но я ее покажу сейчас. Че ты смеешься? Если б не она, нам бы тоже писали. Ух ты! Прям как у меня в салоне. А вы кто? Вы по профессии. Я? Стилист, визажист, парикмахер. Несу людям красоту. Это здорово. Я тоже стараюсь красоту нести. И ну раз такую машину пригонят, хоть плачу. А я смотрю на нее и понимаю, что когда-то она была красавицей. У меня тоже так. Женщина приходит, на лице вся в морщинах. Уже забыла, когда улыбалась в последний раз. Пигментные пятна, седина и... Я говорю, женщина, никого не слушайте, вы красавица. Потом возишься с ней, полируешь каждый бугорок, ровняешь. Иной раз думаешь, все. Шансов нет, восстановлению не подлежит. Хлама не машина. Да, она потом на тебя вот так смотрит, да? И она прям верит же тебе, что красивая. А ты ей глазки, губки, реснички. И она прям на глазах как будто молодеет. И свет какой-то в глазах появляется. В одну сторону отойдешь, смотришь. А перед тобой сбежда. И ты зажег ее вот этими руками. Этими руками. Меня Марго зовут. Алексей. С кем я тогда на ночь глядя? Да хирург этот ее звонит. Вот странные люди. На работе по будням ругаются. И в выходные созваниваются и опять ругаются. Я лично предпочитаю исключительно в рабочее время со всеми переругаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! Не смотрите на меня, пожалуйста! Я без косметики! Все хорошо, не смотрю, не смотрю! Но вы и без косметики красивые! Я без косметики обычная! Я бы не сказал! Вы как из журнала! Правда? Я с такими девушками даже знаком никогда не был! Я ж постой, куда мне? Спасибо! А что вам вам не больше всего нравится? Глаза, губы, волосы, руки, ноги, и это... Это вообще... Слушай, да забей ты! Ну, сегодня не ответила! Завтра сама позвонила! Это у них приемчики такие! Холодно, горячо! Перцят тобой, как хочет! А быть не может! Я ее пять лет знаю! Ну, это нам только кажется, что мы их знаем! Через месяц ЗАГС тебя потащит! Да какой ЗАГС? Мы на операции рядом полчаса постоять вместе не можем, ругаемся! О, у вас уже пять лет страсти кипят! Ну, вы даете! Нет никакой страсти! А главное, добилась своего! Теперь все время будешь о ней думать! Да не буду я о ней думать! Так, а ты что еще у себя-то? Ну-ка, давай бегом ко мне! Будут тебя с девчонками знакомить, чтобы врачик свою ненормальную с башки выбросил! А можно мне ресницы под нос не клеить? Хочу сегодня без усов! Ш-ш-ш-ш! Ой! Ух! Аж воздух искрит! Вы не беспокойтесь, у меня тут все провода заземлены! А! Да! Угу! Да, Марго, у нас огонек! Уже 35 лет коптит без перерыва! Ну, почему же коптит? Светится! Глазам больно! Ой, девочки! Что-то я прям сегодня сама не своя! Волнение какое-то прям! Не пойму! Вот и я вижу! Сама не своя! Угу! Сбился прицел! Ты же у нас... На олигархов охотишься! А тут простой автомеханик! Что я такого сказала? Что он не олигарх? Так он не олигарх! Юль! Ну, зачем ты так? Что зачем? Я задала вопрос. Он олигарх? Нет. Он простой трудяга. Явно даже без высшего. Не в образовании счастья. Это тебе не в образовании. А нормальная женщина должна думать о перспективах. О генах своего ребенка, в конце концов. Образованность генетически не передается. И ты туда же. Ну, что вы все надулись? Ты же хочешь олигарха? Ну, или москвича? С квартиркой и связями. Ты готова вернуться в гараж? И зажить там счастливой жизнью с автомехаником? Марго, я могу развернуться. Хочешь? Отвезти тебя к нему. Марго, разворот скоро. Возвращаемся? Нет, едем дальше. Оставьте меня все в покое. Все, не реви. Сейчас познакомим тебя с новым принцем. Смотри, кто нас ждет в ресторане на набережной. Артур, модель, 35 лет. Твой вариант. Мы даже вашей любви не будем мешать. Да, девочки? Сразу видно, что вы следите за собой. Безмерно уважая людей, которым не все равно, как они выглядят. Я тоже уважаю. Это у вас золотые серьги? Да. Гармонируют с цветом волос. Правда? Спасибо. Ничего, вполне подходят друг другу. Два пуделя. Что-то Марго не очень довольна. Да. Химии нет. Зато у него точно есть бабки. А вы же стилист? Да. У меня седина пробивается. Как думаете, закрашивать или пусть будет? Начинается сближение? Хоть бы получилось, хоть бы получилось. Руки у вас просто волшебные. И кольцо красивое. Тоже золотое? Ну как вы, многих уже посмотрели? В каком смысле? Мужчин. Пять или шесть, я уже не помню. Я думаю, лучше меня вам все равно не найти. Жарко. Очень жарко здесь. Ой, ну он красивый. А хотите, селфи сделаем? Хочу. Так, не смотрим. Не смотрим, я сказала. Я много тренируюсь, чтобы держать тело в форме. Строгая диета обязательно. Кстати, тут потрясающие лангустины. Если хотите, можете меня угостить, я не обижусь. Знаете что, Артур, давайте мы созвонимся с вами. Как-нибудь. Без проблем. Звоните. Марго. А не могли бы вы заплатить по счету? Я, кажется, забыл бумажник в студии. Счет, пожалуйста. А может, он действительно кошелек забыл? Ну, бывает же такое. Мужчина с таким торсом забыл кошелек? Нет, корочка моя, он совесть забыл. А я считаю, что женщина должна сама за себя платить. И нельзя относиться к мужчине, как к донору денег. Ты пробовала? Нет. И не собираюсь. Я тоже считаю, что все должно быть пополам. Ну да. Оба с утра на работу. Потом оба мамонта домой волокут. Только мужик свои носки в уголок забросил и футбол смотрит. А баба на кухне весь вечер благотворительностью занимается. Вы нам не подходите. Так, у нас еще четыре контакта. Хотя я уже теряю терпение и веру в нормальных мужчин. Красиво здесь. Богато. И цены соответствующие. Цены как цены. Извините, у нас с животными нельзя. А куда мне ее? На улице привязать? Или вашему повару отдать, чтобы он из нее сюрстреминг приготовил? Извините. Девочки, пойдемте отсюда. Если нам тут очередной Альфонс свидание назначил, то придется почки продать, чтобы расплатиться. Алло, Эрик. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у нас поменялись планы. Мы не сможем с вами сегодня встретиться. Очень жаль, Джулия. Я-то хотел угостить вас в моих любимых дизернах. Это итальянский орех и очень темный шоколайт. Хотя нет. Мы передумали. Заказывайте десерт, скоро будем. Вот это да. Вот это мужик. Вот это я понимаю. Девочки, извините, но сегодня знакомиться буду я. И я? Это же мой типаж. Твой типаж тебе сейчас сок принесет. Чай вы не забудь оставить. Ты мне же сегодня один раз жизнь испортила. Еще раз хочешь? Не хочу, но могу. Добрый день. Леди, вы прекрасны. И оценить вашу сменность. Только русские женщины умеют так. Коня на скаку останавливать? Почему коня? Джулия просто хотела сказать, что только русские женщины умеют так любить. Кто-то слишком много пьет. И кто-то слишком много ест. Джулька! Иди сюда! Иди сюда! Давай, давай, давай! Иди сюда! 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 Ты что? На! Джулька! Иди сюда! Господин Эрик Лавьер просит пройти вас за его стол. Я счастливый, милый леди, что вижу вас. Мне нравится честность. Вы сказали, что ищете husband, муж. Да, это я настояла, чтобы все было честно. Я тоже буду честным. Я ищу жена. Мне не нужна молодая, как эта модель. Мне нужна женщина зрелая, но чтобы она обязательно была красивая. Там, где моя страна, мы имеем семейный бизнес. Уже более ста лет мы работаем с алмазом. Моя жена будет жить как куин. Ей не надо больше плакать. Я подарю ей корабль, и он будет иметь ее имя. Корабль с именем. Мы вас услышали, Эрик. Думаю, выражу общее мнение, что больше всех подхожу вам. Я. А можно тебя на минуточку? Ну, сейчас. Носик попудрить. Я сейчас вернусь, господин Эрик, и мы продолжим. Вы имеете здесь работу? Да. Я хлеб пеку и булочки. А Дина доктор? Доктор? Женщина-доктор – это у нас большая редкость. В нашей стране деньги зарабатывает мужчина. Что ты тогда за Эрика уцепилась? Раз тебе Алексей нужен. Алексей мне просто как мужчина понравился. А Эрик, как кто? Как маленький круизный кораблик? Двойка по логике. Для мужчины логика не главная в женщине. Он ясно сказал. Жена должна быть красивая. Я. Я тебе сейчас в туфли ударю. Извините, я сейчас. Да не светит тебе ничего с ним. Что ты сказала сейчас? Я сказала, что ты… Что вы затеяли, девочки? А почему Нойс считает, что она самая достойная? Потому что так и есть. Да ты хамка, ты нахалка и абьюзер. Да ты лохушка крашеная. Что я? Барби, в штуке тебя ждет. Да подождите. Да девочки. Да девочки. Ну послушайте вы меня. Мы же подруги. Мы же со школы вместе. Разве можно из-за мужиков ссориться? Да запросто. Из-за мужиков. Я рад, что вы остались, доктор Дина. Вы мне нравитесь. У вас есть образование. Это очень хороший вклад в женщин. Да, спасибо. У вас интересные глаза и сильный, как это, корпус. Боди-физик. Надо же. Вы можете не беспокоиться о будущем. Я имею много денег. Я хочу покой и радость. И я хочу ребенка. Вы хотите ребенка? Да. Вы сможете родить мне хорошего ребенка? Вам? Если будет девочка, она будет моей маленькой принцессой. Если будет сын, он станет моим помощником. Дети принадлежат отцу, а жены мужьям. Я на самом деле не очень хотела замуж. Возьмите лучше Марго. Она такая красивая. Или Юлю. Она у нас самая образованная. Я уже имею жена queen of beauty. Также у меня есть жена с ginger hair. И жена из China. Моя младшая жена 17 лет. Старшая 50. Я имею уважение и никогда не брошу старую женщину. И сколько же их у вас, жен? Четыре. Я вижу мир и делаю свою корону. Я долго выбирал вот здесь и вот здесь. И мои жены моя гордость. Но так же я хочу и русскую жену. Я сейчас. Вот реально, девочки, чуть из-за мужика не подрались. Давай тогда честно. Из-за очень крутого мужика. Девочки, милые мои, хорошие. Ну, жили без них и еще проживем. Разве какой-нибудь мужчина знает нас лучше, чем мы сами друг друга? От того, что Юлька знает, каким тоном я волосы крашу, мне не легче. Вы бы знали, девочки, как я устала. Я же все сама. Я даже фен сама чню. Девочки, собираем вещи и уходим. Не поняла. Динка, ты крутой анестезиолог, умеешь вымораживать. Дин, ну зачем уходить? Приятный мужчина, мы же замуж все хотим. У него гарем. Что? Теперь он ищет русскую жену. Кто хочет стать его пятой любимой женщиной? Черт. Девочки, а почему же так не везет, а? Встретили хорошего, красивого, а он, он бедный. Встретили богатого, а он... Все. Не плачь, Ярославна. Иди вон замуж, пока зовут. Будешь до старости лежать на шезлонге и разгадывать судоку. Девочки, да что ж такое? Почему так все сложно? Да ничего сложного. Уходим. Угу. Эрик, я, конечно, да и мы все будем очень об этом жалеть. Я такой вкусной икры никогда в жизни не ела. Вы извините нас, но не подходите вы нам. Хорошего дня вам. Good evening. Отличный костюм и шикарный. Че-то. Где нам любовь найти? Где отыскать друг друга? Да я бы, может, и согласилась. У нас тут каждый второй мужик на две семьи живет. Чем ли гарем? Не, я бы согласилась, но вот где шанс, что я с остальными женами подружусь? Вдруг там дура? А мне все надоело. Для меня эксперимент закончен. Нет на свете моего мужчины. Хотите, дальше обламывайтесь. Я на электричку и домой. Слушаю. Добрый день, Юлия. Надеюсь, вы в добром здравии. Надеюсь, утро было хорошее. Утро не задалось. С кем я разговариваю? Это я. Вы звонили по вопросу знакомства для вас и подруги. Мне показалось, мы понравились друг другу. Я вас жду. Ничего не поменялось? Ну, хорошо, Ян. Пусть это будет наш последний шанс. Женщина – это жизнь. Это воплощение силы любви на земле. Вы сами шанс. И вы выбираете дарить надежду другому. Куда ехать? Появитесь неоткуда. К сожалению, наши женщины совершенно не знают себе цену. А ведь вы – самое прекрасное, что есть в этой вселенной. Женщины – это сама энергия. Это священный пауэрбанк, если хотите. Мне очень жаль женщин, энергетические каналы которых перекрыты усталостью. Не верим в себя. Вам надо перезагрузиться. Вам надо раскрыться и впустить свет. Вы чудесны. Вы невероятны. Это все прекрасно, но если вы хотите продать нам биодобавки… я не хочу ничего вам продать. Я хочу поделиться. Значит так, сейчас обедаем в Бильярдной, потом ужин у Арменчика, там шашлык прямиком из бараньего рая. Влад, ну мы же только что перекусили. Ну правильно, набирай сил. У нас с тобой вечером по плану тройное свидание. Это подожди. Или четверное, я не помню. Надо быть в форме. Зачем столько-то? И я смотрю, совсем это размагнитился. Свиданий много не бывает. Вы здесь, потому что стали быть одинокими. Но вы не знаете, готовы ли вы к отношению. Вы не знаете, где и зачем искать мужчин. Ведь заново придется доверять, привыкать. Жить с человеком на одной территории, спать с ним в одной постели. Это тяжело. Это замедлит ваш ход, помешает вашей работе. Я могу дать вам любовь без обязательств. секс, уважение, обожание. В каждой из вас я могу открыть самые звонкие точки. Я могу помочь распуститься вашим крыльям, расцвести. А если вы хотите детей... так... Так... Все понятно. Берегите лампу. Я как бы не перегореть от такого напряжения. Морго! Морго! У меня сегодня будет жарко. Много мяса, виски и женщин предбальзаковского возраста. Ну, прости, моложе не успел. Какие-то веселые тетки едут искать мужиков и найдут. Не подведем, дам. Сейчас я им смс-ку черкану. Значит, ждем с нетерпением кафе Шахин-Шах. Полны надежд. Полны надежд. Все, я больше не могу. Запас надежды сегодня закончился. А я не сдамся. Не сдамся. Смотрю, священный пауэрбанк перезарядился. Как ты это делаешь, Марго? Откуда в тебе столько бабы? Не бабы, а женщины. Грустно все это, девочки. Вроде было светло-светло, а сейчас зря мы столько о мужиках узнали. Да это мы о себе больше нового узнали. Предлагаю закончить эксперимент. Мне еще в тетради проверять. Возвращаемся домой. Опять мне надо быть суперменом. Всех спасать, за всех все решать, время рассчитывать, за справедливостью следить. Господи, шпаргалку прошу. Жулька, за мной нет. Жулька. Стой. Жулька, стой. Жулька, стоять. Стой. Стой. Жулька, иди сюда. Иди сюда. Стойте. Сядьте. А ты откуда, дядь? Хозяйте. А это кто вообще? Да сядь. Сосед мой. Хозяин Жульки. Это что получается? Нас собака хозяину привела? Нет. Это мы привели собаку хозяину. В модной хозяйской сумке. Теперь надо идти здороваться с ним. Объяснять. Почему Жулька тут? Они в дедовской квартире. Иди. Здрасте. Надеюсь, я наконец смогу заняться своей жизнью. Ответственность за собаку снимается? Слушайте, чудо какое-то. Мы вот только-только с детьми про Жульку вспоминали. Ну, чтобы увидеть ее хоть одним глазком. А тут она бежит. Не благодарите. Ну что, девочки, долг выполнен, собаку вернули? Поехали домой. Есть проблема небольшая. Извините. Так. Я Жульку не могу здесь оставить. Понимаете, моя жена, моя бывшая жена, она против. Он Жулькой туфли грызет. Вы можете взять Жульку и отвезти ее обратно ко мне домой? Ну, на дедовую квартиру. Ну, вообще, нам пора. Нас в кафе ждут. Последний адрес на сегодня. Ты с нами? Я не с вами. Хочу домой и там умереть. Дин, дай ключи от машины. Тетради заберу. Так давайте мы вас подбросим. С тетрадями и Жулькой. Пойдемте. Пока. Вот, Полин, собираемся. Ну, кажется, дальше мы едем без Юли. Вечером надо будет тетради завести. Я уверена, на этот раз нас точно. Все получится. Камон, девочки. Слушай, как-то шумновато тут для свидания. Самое то. Танцы, шмансы, агрюмансы. Давай, выбирай столик с видом на лучший в городе мангал. Мангал, ну, не грубовато. Все-таки, может, они десерты любят. Я тебя умоляю, Дрюнь. Женщины за 30 любят все. Все. Вот. Вот здесь, а? Слушай, расслабься ты, а? Убери эту кислую рожу. У тебя в пионерском лагере, честное слово. А? Пасоточки. Я за рулем. Эй. Чей, челочек, челочек. Эй. Без тебя. О, о. Какие люди, девочки, а вы чуть не заскучали Мы с приятелем уже хряпнули по маленькой Я хряпнул за двоих, а приятель вот сидит, ждет вас на сухую, так сказать А вот он Прошу Знакомьтесь Бог хирургии Андрей Иванович Склифосовский Склифосовский Да, 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 это он в прадедушку Слыхали о таком? Замечательный был человек А у вас как зовут? Я Марго Я стилист и даже спарикмахер Я, кстати, по мужским прическам тоже могу Настя А вообще я люблю цветы, шампанское и всякую романтику А что это у меня? Друга-то сломали Андрюх, ну я понимаю, красивый девушка, ну так пельс, ну просто неприлично А это Дина Она у нас тоже доктор, анестезиолог Ее вся больница уважает Ага, ну а доктор доктора видит издалека Тост За сильное чувство и глубокое понимание Да Да Как-то не солидно, Склифосовский Почему не Дарвин? А я же не знал, что вы придете Я думал, вы лечитесь На больничном, по состоянию здоровья А вы вот в шашлычных оздоравливаетесь А вам какое дело, где я оздоравливаюсь? Вы пока хирург, а не священник Андрей, ну может предложишь девушке присесть-то? А, или врачи только стою могут пить Я не пью Она не пьет Прошу Прошу Я этого не понимаю Вам собака нравится, детям нравится А жене не нравится Ну и что? На улице животное? Я ушел вместе с собакой То есть вы из семьи из-за собаки ушли? Да нет, конечно Просто собака стала последней каплей Чьей? Не знаю Наверное, общей А вы обрадовались? Здравствуй, холостяцкая жизнь Нет, я любил жену Из семьи ухотел Пытался соответствовать до последнего А потом как-то все само собой Жена сказала, уходи И ушел Наверное, я сам виноват Работа, постоянные командировки И она мне однажды сказала Я тебя больше не люблю Чувства прошли и все такое Да ладно Она вас не любит Не вы ее, а она вас Мы сначала не разводились Думали перетерпеть Ради детей Потом еще Джулька стала ее обувь грызть Собаки все чувствуют А потом мы развелись И я переехал на квартиру деда Делить имущество не хотел Да я вообще тогда ничего не хотел Жить не хотел А зачем? Когда моя женщина меня не любит Дети мои со мной не живут Так, ну что? А? Так, хорошо Все, все Ага Доктор Это анестезия Ну если анестезия Вино А давайте 25 Ну за знакомство Хотите я помогу? Я умею считать Не-не-не-не-не Ты не мешай Лучше Дина и Александра Никто дозу не рассчитали Понял, девочки Не будем мешать Время танцев Угу Настя За оленя Что смешного, Андрей Иванович? Да все смешное, Дина Александровна Все Господи, вы мне одно скажите Вы жить будете? Не смешно Право как-то нелепо это все Я вообще-то не это имел ввиду Даже не начинайте Ладно, тогда попробуем иначе Живите долго и счастливо, Дина Александровна Ваше здоровье Вы мне можете не поверить Но за последние сутки Вы мне стали буквально родным человеком Я в жизни за себя так никогда не переживал Как за вас И простите, я украл ваш эпикриз Не мой профиль, конечно Но кровь у вас хорошая С гормонами есть вопросы, а так Вы еще и эпикризы крадете Повторите, я не поняла Кому вы все имущество оставили? Жене, детям Квартира в Москве и бизнес? Квартира в Москве и бизнес Не делили, не пилили через суд Как так? Вот так Вы бизнес отдали, чтобы уменьшить доходы И алименты с них? Нет, заключили договор Я каждый месяц ей плачу сумму Которую она назовет Кружки, секции, гаджеты для детей Тоже на мне А где подвох, Кирилл Петрович? Ну где-то же вы обманываете? Ну не может быть такого, чтобы мужик Вот так вот при разводе Без претензий на полное содержание А? Я собирался зарабатывать для детей И на детей И ничего не изменилось Мы развелись, а дети-то мои остались навсегда Были и будут А мне самому многого не нужно Голова моя при мне, руки тоже Из прошлых жизней целых шкаф вещей Я еще заработаю Думаете, я слабак, да? Нет Думаю, я никого сильнее не видела Шутите, да? Я педагог Я всегда говорю серьезно Ладно Я рад, что у вас все нормально Больше не трогаю Отдыхайте Кстати, вы хорошо выглядите Хотя я вас ведь и Никогда не видел без халата В смысле Вы меня поняли Можно вашу даму? Это не моя дама А чья дама? Своя собственная Потанцуем? Молодец С детства я тебя люблю Оставаясь невидимкой для тебя Этим летом Всякие ножки и конфеты Я устал играть чемпиона Я так больше не хочу Теперь моя очередь Для тебя Этим летом Я раскрою все Ну, подождешь Мешают нам всякие тут Это моя дама Так ты определись Твоя, не твоя Вы что делаете? Да нормально, а? Вы... Вам же сказали Отвали Андрей Вы такой водитель классный Я так быстро От Москвы до дома Еще ни разу не добиралась Динуль Пока-пока До свидания Настя Андрей Иванович Я правда не ожидала Это какая-то дикая глупость Вязалась в эту турасскую поездку Танцевать Зачем-то пошла Ничего страшного Я тоже хорош Я надеюсь Вы никому не расскажете? Конечно расскажу Как же Вот это Объясняю на работе Скажите Что упали С дивана в ординаторской Вы как себя чувствуете? Ну, как вам сказать Стыдно Но весело Вот и я так же Простите меня, пожалуйста Я не про драку Я вообще Про все Я не буду Больше вас нервировать В операционной Нервируйте Сколько хотите Главное Не бросайте меня Я же без вас Как без скальпеля Не брошу Давайте я вас провожу Да нет Не надо Поделись сейчас С кем-нибудь Так Могли бы Мне помочь Найти телефон Конечно Сейчас наберу Простите, пожалуйста Простите Ужас-то какой Что за день-то Я на самом деле Очень серьезный человек Я знаю Я тоже Очень серьезный человек Не разувайтесь Проходите так Что же вы не сказали Что вы опять с сумками Я бы встретил Как вы все это успели Вы что, волшебник? Нет Но я быстро обучаюсь Ну и стимул был Вот Попробовал создать ужин Хотеть протестировать? Угу Завтра вечером Надо будет за вашей машиной съездить Нет у вас на завтра планов? Теперь есть Давайте я вас все-таки провожу Да как-то неудобно Андрей Иванович Что? Вы хороший хирург А вы хороший анестезиолог Я завтра приду на работу Так вы же в отпуске А я сама зайду В этом отпуске Я буду очень рад Видеть вас завтра на работе Вот мы на месте Юлия Петровна Я знаю За Джулькой до завтра Приглядите Завтра мама приедет Побудет с детьми А я вечером из Москвы вернусь Заберу собаку Почему вы не можете здесь остаться? Будете детей По ночной дороге Туда-сюда Из Москвы В Москву возить Жена против Чтобы они у меня гостили Пока без ремонта и были Так она даже не узнает. Как бы это объяснить, чтобы совсем сумасшедшим не показаться? Я не люблю врать. Я тоже. Тогда у меня ночуйте. Вам я постелю в гостиной, а детям в спальне. А собака, ну, она, я думаю, в кабинете будет сам на спальне. Уснули. Они у меня обычно быстро засыпают и хорошо всю ночь спят. Спокойно. Спасибо, что привитили. Я учитель, люблю детей. Хотя они мне не верят. А вообще, я рада. У меня на родительском собрании одни мамашки. Полкласса без отцов. А тут вы такой необычный. В принципе, обычный. Хотите правду? Давайте. Я ем после шести. Я тоже. Тогда иди. Идем. Идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А Дина Александровна какую музыку предпочитает? Может быть, джаз? Да? Джаз – это хорошо. А вы почему ничего не едите? Невкусно, да? Я так и знал. Ой, на это вы что? Вкусно? Очень вкусно. А вот еще салат есть. Хотите салат? А? Ну, я совсем не помните? Нет. Я к деду в гости на каникулы приезжал. Нам лет семь было. Я вам записки писал. Правда? Угу. Вы мне тогда жутко нравились. Вы шикарно дрались. Лучше всех во дворе. Мы с вами мороженое воровали. Капитошек с балкона бросали. Да не надо, я... Да у меня в голове формулы, продленки. Классный час. Для детства места не осталось. Да и не нравилась я себе в детстве. Хотелось быть похожей на Марго. Марго? Угу. Быть принцессой. Вы мне казались всегда принцессой. Ну, такой боевой принцессой. Пришел спросить, как вас зовут, а вы говорите гости из будущего. Точно. А еще... Маленькая разбойница. Угу. И Пеппи длинный чулок. Угу. Вы мне писали записки. Как сумасшедший. У дедушки только память была плохая. Может, не передавал? Юлия Петровна, я вам Джульку на завтра оставлю, пока детей в Москву перевезу. Выведите ее. Ага. Угу. У вас... С девчонками гуляли. Угу. А вот еще попробуйте и приготовь строго по рецепту. Дина Александровна любит пироги. Где нам любовь найти? Где отыскать друг друга? Хочу, чтоб с тобой было по пути. Держи мою руку. Не знаю, за кем иду. Взглядом стреляю в спину. И не замечаю свою судьбу, свою половину. Тихо проплываю с облака над морями синими... А я у вас ночевала, да? Я решил вас не будить. Хотел, чтобы вы отдохнули. А у нас с вами ничего не было? Ну? Ну, нет. Фух. Фух. Я просто любовался вами. Вы очень красивая. Павел. Ну, не смущайте меня. Вы сегодня покупаете цветы. И в два часа встречаетесь с Диной Александровной. Хорошо? Остальное по телефону. Настя, подождите. Возьмите с собой пирог. Прямо с тарелкой? Угу. Возьмите. Угу. Угу. Возьмите. Привет! Ого! Я сначала хотела позвонить, потом подумала, нет, я приеду, лучше сама своими глазами все увижу. Если девушка есть, значит, она где-то здесь. А если девушки нет? Какой девушки? Твоей девушке. У тебя есть девушка? Нет. И я совершенно свободна. Я не спала всю ночь, фотографии наши смотрела. Мы очень клево смотримся вместе. Просто мы бегаем, выбираем, а я хочу выбрать тебя. Нет, не так. Никого больше искать не хочется. А я? Я разве подхожу? Но я же здесь. Многоуважаемый шкаф. Приветствую твою существованию. Будущее, ты мне нравишься. Будущее. Будущее, давай жениться. Будущее, я буду ждать во дворе. Будущее, выходи за меня. Замуж. Я тебя люблю. О, Господи, сколько ошибок. Доброе утро. Дина Александровна, уже в отпуске. Что-то не отдыхаете. Как там нашего огнера? Все хорошо, кардиологи ее наблюдают. Отлично. Очень хорошо выглядите. Спа? Массаж? Просто открыла чакры, перезагрузила в пауэрбэнк. Наташа, я в Москве познакомилась с таким парнем. Аниматор, актер, ведет детские программы. Мечтает окрасно-ковровой дорожке. Очень симпатичный и добрый. Хотите номер? Хочу. Пришлю, пояснилось. Да, Андрей Иванович, без сахара, конечно. Тут так много цветов. Есть и белый, и красный, и даже синий. Берите самое красивое. Вы извините, Павел, у меня сейчас кексы пересохнут. Ага. Так. Вам помочь? Мне нужен самый красивый букет. У вас свадьба, день рождения, поминки. Мне для женщины. Жена, мама, подруга. Любимая, случайная. Вам для романтики или в честь расставания? Коллега, начальница, подчиненная. Молодая, пожилая. Может, учительница? Тогда букет для двойки или для пятерки? Мне для любимой. К тебе сейчас Павел приедет. Он уже букет купил. Павел? А какой Павел? Самый лучший. Добрый, милый, отзывчивый. Он все умеет. Все может. Он красивый. Слушай, ничего не понимаю. Почему Павел с букетом должен приехать ко мне сюда? Я призвоню? А мне тоже очень интересно, почему Павел едет с букетом сюда. Вы, Андрей Иванович, совсем не то подумали. Но я могу все объяснить. Сколько у нас есть времени? 48 минут. Хорошо. Я успею. В общем, так. В прошлый четверг мы с подругами решили, что... Блин, ну как же это рассказать, чтобы не выглядеть дурно? Андрей Иванович, я больше не могу. Хотите ругаться? Давайте, ругайтесь. Я этого не хочу. 47. Ну хватит. Ну сколько можно мне пройти минуты? У меня вся жизнь расписана по этим минутам. Я просто имел ввиду, что можно потратить время на что-то более приятное. Кофе стынет. Сколько у нас сейчас минут осталось? 45. петь. Нет! Ну что вы! Здесь нельзя! Сейчас все с обеда придут! Давай быстрее! Соси Михайловна, у вас все нормально? Все прекрасно! Не жизнь, а праздник! Влюбилась в чужого жениха! Дина Александровна, нам с вами осталось обсудить один вопрос. Конечно, давайте обсудим один вопрос. Давно хотела вас узнать. Анастасия Михайловна, к вам там пришли. А вы-то почему здесь? Вас Дина ждет! Настя, я подумал. В общем, я не знаю, как сказать. Простите меня, я даже не звонил вашей подруге. Потому что... Вот. Сестре звонила она мне, Ира. Мы еще прошлогоднее варенье не съели. Ой, я тоже всем раздаю. Может, съедят, а мне в радость. А вы огурчики с яблоками не малосолите. Ирина Альбертовна, нужна ваша помощь. Что-то случилось? Там Дина Александровна из отпуска вернулась. А тут Андрей Иванович. Похоже, они будут сильно ругаться сейчас. Ирина Альбертовна, так хорошо, так спокойно. Да? Ирина Альбертовна? Дина, милая, тебя тут все разыскивают. Я уже останавливаю, как могу. Но секретарю надо разобраться с твоим отпуском. А я сейчас зайду к вам, да. Заберу заявление. Я остаюсь. Я прямо скажу, Дина, не хочу, чтобы вы с Андреем Ивановичем теряли время на конспирацию. С завтрашнего дня возьмете отпуск. Оба. Вся больница поддержит. Девочки, мы в прямом эфире. Всем добрейшего вечерочка. И сегодня мы празднуем день рождения нашей прекрасной Дины Александровны. Всем привет. Девочки, если кому-то нужен астезиолог, вам только в Дине Александровне. А вот это муж Дины Александровны. Андрюша, помаши ручкой. Молодец. А вот здесь у нас животик Дины Александровны. И здесь у нас живет маленькая принцесса. Или принц, мы пока не знаем. Ну, мы не будем раскрывать всех тайн. Хотя, мне кажется, у кого-то тоже намечаются принцы и принцессы. Настя, я могу про тебя, Пашка, своим подписчикам рассказывать. Ты уже все рассказала. А вот это... Мой! Мачо. Алекс, ты как? Все хорошо? Все хорошо. Вообще, у нас здесь очень весело. А все прически на девочках мои авторские. Пойдем за стол. Ты телефон отберу. Юлька включила педагога. Еще. Кстати, девочки, если кому-то нужно научить собачку не делать маленькие меточки в хороших, дорогих сумочках, вам нужно спросить Юльку. Все, пошли. Иду. На этом мы заканчиваем. Заканчиваем. Мы привыкем эфир. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем любви. Пока. 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 Парбон, давай к нам. Пока. Пока. Ну что, динам, давай к нам. Спасибо. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok